Приветствую вас. Давайте подумаем над тем, как люди вообще выстраивают отношения друг к другу. Как правило, таких видов отношений несколько. Это отношения по любви, эмоциональные отношения, чувственные, и это отношения по расчёту. Когда каждый из людей выбирает цель, для которой он в этих отношениях находится. И, соответственно, либо ставит в известность об этом партнёра, либо не ставит в известность партнёра. Вот, ну то есть там многое зависит именно от того, какие именно отношения между партнёрами. Соответственно, если у партнёров есть взаимные чувства, то я полагаю, что можно вести речь о том, что поведение человека не делает счастливым другого. Иными словами, это переход от сообщений «ты» к сообщениям «я». Ну, 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 к так называемым «я» сообщениям, да? Для чего? Ну, понятно, для чего. Чтобы говорить именно о том, что волнует и беспокоит конкретно вас, допустим. Ну, а не кого-то другого. То есть, от обвинений, да, от обвинений нужно переходить к «я» сообщениям. То есть, чего хочется мне, что нужно мне и так далее. Это первый аспект. Соответственно, если есть любовь, то рано или поздно партнёр услышит другого и, соответственно, либо поменяет своё поведение, либо объяснит партнёру, почему он поступает именно так, и, соответственно, припримет какие-то действия. Короче говоря. Если партнёры не предпринимают никаких действий, или вы наверняка знаете, что у вас отношения по расчёту скорее, а не по любви, то в таком случае нужна цель. Чёткая и конкретная цель, из-за которой вы вместе. Это просто элементарный договор между людьми. Просто элементарный договор. Движlich. Ты делаешь для меня вот то-то, 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 я делаю для тебя то-то, то-то и то-то. Всё. Соответственно, если ты не хочешь делать для меня то-то, 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 то и я не буду делать для тебя то-то, то-то, то-то. Если у вас отношения по расчёту, то вряд ли можно говорить о том, что есть какой-то другой путь, есть какой-то другой путь к тому, чтобы именно ужиться вам вдвоем. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, эгоизм проявляется в том, что отношения при взятии, срывы, истерики и постановки ультиматумов. Значит, если мы говорим о предвзятом отношении к партнёру, то это всегда ожидание. Можно ли считать ожидание к человеку, ну скажем так, любовью, можно ли считать ожидание любовью, это я полагаю решать не мне, а вам. Если вы считаете, что предвятые отношения к, ну, например, к вам со стороны партнёра это нормально, если вы считаете, что это проявление, есть проявление любви, то, соответственно, ну, значит, так тому и быть. Вот. Но, как правило, предвзятое отношение к партнёру это либо проявление, то есть перенос своих каких-то чувств, эмоций, переживаний на другого, на человека. что, в общем-то, говорит о том, что тот, кто переносит, в своей жизни не удовлетворён и пытается, скорее всего, его, ну, за счёт другого, пытается за счёт другого реализоваться. Что, естественно, не является правильным. Но, тем не менее, тем не менее, значит, несмотря на то, что это неправильно, это и есть. И у этого есть причина. И если это началось, эээ, ну, скажем так, после какого-то определённого момента, да, то именно с этого момента и нужно начинать разбираться. Именно с этого момента нужно начинать смотреть, что и как происходит. То есть, что именно могло спровоцировать такое поведение, такое поведение партнёра. Да? Ну, вот. Дальше. Следующее, что вы описываете, описываете вы истерики, значит, ультиматумы, срывы. Срыв, сам по себе, означает напряжение человека, означает неудовлетворённость человека. Сам по себе, срыв означает именно это. И, ну, как это можно назвать, м-м-м-м, как такого человека можно назвать сильным, это уже вопрос немножко другой. Но, тем не менее, я полагаю, вам лучше знать, опять же. Вот. Тем не менее, срыв означает, что человек неудовлетворённый. В любом случае. Вот. Надеюсь, это понятно, что человек неудовлетворён. А, значит... Дальше. Истерики и ультиматумы, это, по сути, избегание или эмоциональной, или эмоциональной, или интимной близости. Если мы говорим именно о бетинг-проявлениях. Соответственно, эта игра скандал, которая преследует цель именно избегания близости. Вот. Ну, там, может быть, есть другая игра. Конечно. Может быть, это нужно анализировать более подробно. Более, более полным там. Так вот, не очень понятно. Ой, вообще, такой достаточно сложный вопрос. Про то, чтобы ужиться двум сильным людям. Задали, на самом деле, очень коротко. Что говорит об определённом отношении к этому вопросу. То есть, я, конечно, не знаю, но если для вас это важно, то и постараться, наверное, нужно было как-то поподробнее, что ли. Значит, ну, рассказать об этом всём. А вы как-то вообще чуть-чуть совсем об этом рассказали. И вот я думаю, что ли вы реально не верите в то, что вам можно помочь. То ли вы не хотите работать просто над этим, не хотите разбираться, не хотите вникаться. И тогда возникает вопрос, насколько вам важно именно ужиться. Кстати, а для чего уживаться двум сильным и довольно эгоистичным личностям, если происходят такие вещи? Вы пишите, один из партнёров стремится во всём быть лучше всех и много времени и сил убивает на это. Ну, то есть, этот человек перфекционист, да, который внутри, ну, в глубине души обесценивает себя, но при этом социально он пытается поставить себя выше. Именно поэтому, потому что он обесценивает себя, он и пытается быть лучше всех. Так, это опять же не сильный человек, человек же человек. Не сильная личность, да, это эгоистичность, но это эгоист, но это не сила. Вот. В последствии страдают отношения, так как человек не ценит заботу и любовь другого, принимает это как должное. А это и есть должное, если партнёр действительно любит. Это и есть должное, это и есть нормальное, если партнёр любит. Ну, то есть, если у партнёра именно любовь, то он и ничего не ждёт взамен. И не считает, что должен проявлять взаимность. Ну, вот если человек не считает, что должен проявлять взаимность, то здесь как бы у другого стоит выбор. Либо просто любить, если он любит, но при этом отсутствует вред. Либо, если при отсутствии взаимности есть вред, а в данном случае вред имеется, вот, то, соответственно, нужно от такого партнёра дистанцироваться. До тех пор, пока дистанцирование не будет произведено. И до тех пор, пока, значит, ну, в данном случае я полагаю, что это вы. До тех пор, пока вы не будете отдалены эмоционально от партнёра. Он не столкнётся с последствиями того, что делает, а не столкнувшись с последствиями того, что делает, он так никогда и не поймёт, в чём же здесь, собственно, всё дело и в чём же здесь, собственно, тонкость. Вот. Поэтому, поэтому ситуация, значит, описывается именно так. Ну, и если вы являетесь одним из этих партнёров, то, соответственно, я вижу, что в некоторой степени вы абстрагированы. То есть вы выносите, как бы, свою ситуацию за пределы. То есть как будто это касается не вас, а это значит, что вы не готовы признать, что проблема существует и что, может быть, придётся принимать самые радикальные меры, какие только могут быть. Ну, и для начала, конечно, вот такой когнитивный аспект, да, то есть зачем уживаться тем, кто как бы так себя ведёт. Для чего это делать? Какой стимул? Если у вас личная заинтересованность, то свою личную заинтересованность, не связанную с партнёром, лучше реализовывать самостоятельно. А так, это просто претензии, это просто какие-то, опять же, как и у партнёра, обиды и ожидания. Вот, с другой стороны, если это происходило всё-таки не всегда, если это было не всегда, если ситуация всё-таки была, ну, скажем так, ранее лучше, если ситуация ранее была под контролем, вот, то, в принципе, можно проанализировать, что произошло. И уже, в соответствии с этим, вам изменить свою модель поведения и так далее. Вот. Кроме того, вы не угадали то, в чём эгоистичны вы и в чём сильны вы. Потому что ваше представление о том, что есть сила, оно не вызывает у меня доверия, потому что, вот, как вы, ну, как вот вы обещали партнёра, да, сильный человек, он так себя не ведёт, к сожалению. Вот. А значит, вы как-то неправильно понимаете силу. А значит, вы, может быть, и себя, той же сильной личностью считаете ошибочной или не раскрываете полностью, эээ, значит, свою силу. Свои способности. Вот. В любом случае, в любом случае обычно такие отношения, как у вас, принято называть, значит, принято называть созависимыми и, то есть, деструктивными. И, соответственно, ээ, их нужно либо разрывать, либо дистанцировать, работая с чувствами, ээ, самостоятельностью и самооценкой. Потому что вот вы говорите, да, что, ээ, любовь, любовь и забота человек принимает как должную. А для чего дарит любовь и забота другой человек? Ради взаимности? Если ради взаимности, то это не любовь и не забота. Это что-то другое. Это какая-то своя, ээ, значит, эээ, собственная попредственность получается. По большому счёту. Вот. Понимаете? Какая история. То есть тут надо разобраться сперва с одним партнёром, с тем, кто хочет работать, эээ, с психологом. И потом уже этот партнёр при желании другого, эээ, значит, эээ, уже сможет подкорректировать поведение, эээ, поведение своего любимого. Вот. Или обнаружить, что любимый не готов ничего делать, а значит, с ним дороги расходятся. Вот. А вот получается так, что вы, эээ, знаете, по какой-то, ну, мазохист, мазохистичной дороге идёт, дорогой, дороги, эээ, по какой-то мазохистичной дороге идёте. То есть, эээ, мы, эээ, как бы партнёр не меняется, партнёр ведёт себя агрессивно, а вы, здравствуйте, как ужиться. Вот. Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Эээ, я бы рекомендовал работу с психологом, эээ, вам хотя бы несколько консультаций для прояснения, эээ, и выяснения всех аспектов, и для дачи вам эээ, конкретных рекомендаций по поводу того, что делать, и для коррекции поведения. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.